Привет! Сегодня мы сделаем это. Сегодня мы реанимируем доброе имя Петра Телушкина, того самого, который починил вот этот шпиль и вот этого ангела. И за это, согласно народной молве, ему был выдан сертификат, подателю которого водка бесплатна в любом кабаке. Телушкин этот сертификат посеял, и после этого ему выжгли клеймо вот здесь вот, под подбородком. Он позаходил в кабак, делал вот такой жест, демонстрируя, что вот, мол, посмотрите, что у меня. И ему наливали хлебного вина. И именно отсюда происходит этот жест, который знает по всей России. Если бы вы были американским туристом и вас везли в сувенирный магазин, где наливают халявную водку, то гид наверняка втюхал бы вам эту историю. Более того, ее иногда втюхивают даже нашим соотечественникам. Я представляю, какое количество желчи вылили научные сотрудники Петропавловской крепости, обсуждая гидов и попивая чай в своих кабинетах. Но на самом деле не было ни сертификата, ни клейма. А что же было? А был шпиль, торчащий в самом центре новоявленной столицы и служивший идеальной мишенью для молний. Сильные ветра раскачивали его, как березку в чистом поле, и от шпиля отлетали листы по золоченной меди. Ангел кернился на бок, а вся конструкция напоминала мачту корабля после шторма. И каждый раз требовалось немерено бабла на возведение строительных лесов, без которых была невозможна починка этой высотной доминанты Питера. В 1830 году шпиль в очередной раз пострадал от природной стихии. У ангела отвалились крылья. И тут появляется Петр Телушкин, который заявляет, что подчинит его без возведения каких-либо специальных конструкций. Только за материалы заплатите. Порядка полутора тысяч. Это примерно столько, сколько платил Белинский ежегодно за свою съемную квартиру. Царь Николай I почесал репу и дал добро, потому что понял, что ничем не рискует, кроме жизни какого-то раба. Телушкин был казенный крепостной. Его помещица расплатилась им с государством за собственные долги. Благодаря статье Алексея Ленина, президента Академии художеств, журнале «Сын Отечества», мы знаем все подробности этого рискованного предприятия. А Ленин наблюдал позорную трюбу за Петром Телушкиным. Вот Телушкин вылезает из слухового окна и карабкается вверх по шпилю. Как он это делает? Дело в том, что медные листы шли внахлёст сверху вниз и по бокам спаивались. И вот по этим-то спайкам и залез Телушкин. Они вылезали на 9 сантиметров, и хвататься за них можно было только пальцами. В итоге шпиль был починен, ангел обрел отвалившиеся крылья, Петру Телушкину щедро заплатили. Ну, имеется в виду щедро с точки зрения крепостного. Он приобрел всероссийскую известность, на него посыпались заказы. В итоге через три года он спился и умер. Учитывая то, что столяр Еремеев, руководивший работами по возведению деревянного шпиля до этого, также отличался любовью к спиртному, его даже не выпускали с крепости. Не дай бог, напьется и не вернется. То можно себе представить истоки этой байки. Но это всего лишь байка. Не было никакого сертификата, не было никакого клейма. Были искусственные мастера, которые искусно строили и не менее искусно спивались. И помирали от цирроза печени. Впрочем, ситуация не изменилась до сих пор. Затем все, с вами был Павел Перец. Увидимся с вами в следующих сюжетах.